Бог сохранил, и теперь мы имеем подтверждение всех основных событий, упомянутых в Библии. Сатана, предчувствуя то, что намеревался сделать Бог, сочинил истории о том, что Ковчег Завета находится в Эфиопии, что Ноев Ковчег лежит на горе Арарат, все эти легенды были распространены им для того, чтобы замутить воду и сбить всех с толку в том, что касается этих важных вопросов. Бог говорит, мое слово не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, ради чего оно было сказано. Мы живем на планете с населением 6 миллиардов человек. Многие из этих людей были воспитаны в традициях индуизма или буддизма. Они верят, что их Бог – это камень, или же кобра, смертельная ядовитая змея. И поверьте мне, если бы мы с вами родились и воспитывались в тех краях, мы бы верили в то же самое. Поэтому давайте не будем обманывать себя относительно этого. Христос умер из-за этих людей. Бог любит и их. Он сохранил все то, о чем здесь пойдет речь, и теперь дает возможность увидеть это каждому. В Библии говорится, что мы должны подавать надежду тем, кто в ней нуждается. Бог сохранил для этой цели все то, о чем здесь пойдет речь. И в любом случае, и как можно скорее, мы постараемся сделать это доступным для всех. Когда мы встречаемся с миссионерами, мы обеспечиваем их бесплатными материалами, и теперь эта информация используется в России, Японии, Корее, Африке и Южной Америке. Мы также получаем письма, поступают телефонные звонки о результатах использования данных материалов. Один из них тронул мое сердце, и я сейчас вам расскажу об этом. Как-то я показывал материалы в одном из университетов, и после отвечал на вопросы. По окончании программы, ко мне подошли два человека, о которых я был предупрежден, и которые перемывали все мои кости, да благословит их Господь. Так вот, они подошли ко мне и задали несколько вопросов. Что ж, тогда Господь дал мне ответы на их вопросы. А два года спустя я получил письмо от одного из них, которое начиналось так. Может, вам будет интересно узнать о том, что я теперь крещеный последователь Господа нашего Иисуса Христа. Не надо думать, что вся та тьма, которую сатана создал на земле, находится где-нибудь в Африке или была когда-то в прошлом. Среди нас есть много людей, которых учили тому, что не является истиной. И, возвращаясь к письму того человека, далее читаем. Мне никогда не объясняли все это таким способом, чтобы я мог поверить в это ранее. Да, встречаются люди, которые попросту говорят другим, так гласит Библия, поэтому вы должны в это верить. В Америке насчитывается свыше 600 протестантских динаминаций, и представители каждого из них имеют собственное мнение по поводу того, что говорит Библия. Поэтому не нужно быть физиком-теоретиком, чтобы понять, что из 600 динаминаций с 600 различными взглядами, по крайней мере, 599 ошибаются. А затем, пытаясь определить, насколько правы представители последнего направления, вы приходите к выводу о том, что их шансы также довольно малы. В Библии сказано, что нет ни одного праведного, что наша праведность, как грязные одежды. Так что, друзья, когда мы переживаем один из лучших дней нашей жизни, мы еще далеки от того, что хотел бы нам дать Господь. Всем нам необходимо получить от Бога Его очищение и восстановление, поскольку мы живем на планете настолько загрязненной грехом, что мы постепенно привыкли к этому. И многое из того, на что мы здесь попросту не обращаем внимания, Бог не потерпит в Своей вечной вселенной. Если вы оглянетесь вокруг и послушаете новости, то обнаружите, что те самые люди, которые раньше грозили кулаками и сквернословили из своих автомобилей, если кто мешал их движению, теперь вытаскивают из кармана пистолеты и пускают их в ход. Этим я хочу сказать, что мир становится смертельно опасным, а все потому, что люди игнорируют то, что требует от нас Бог. Если мы прочтем в 20 главе Исход то, о чем говорил Господь, и будем выполнять все Его заповеди, мы все будем жить в мире и счастье. Тогда более изворотливые люди не будут злоупотреблять доверием таких простаков, как я, например, а более сильные не будут пользоваться незащищенностью слабых. Все мы будем жить в гармонии и счастье. И это именно то, что Бог восстановит на этой земле. Если мы с вами хотим принять в этом участие, а я лично верю в это, иначе мы бы здесь не собрались, итак, если мы хотим быть причастными к этому, нам следует обратиться к Отцу через кровь Сына Его и просить о прощении и восстановлении для того, чтобы быть готовыми к Его пришествию. Итак, все мы слышали много-много заявлений, и поэтому я хотел бы, чтобы вы просмотрели эти видеозаписи с молитвой. А в конце я сделаю комментарии, особенно в отношении Ковчега Завета, так как некоторые люди говорили мне, «О, Рон, ты нашел Ковчег Завета, а остальное нас не интересует». Но если Бог сохранил все эти вещи и делает их доступными, тогда они имеют смысл и необходимы кому-то. Может быть, не мне с вами, но кому-то это нужно. Бог не тратит попусту своих усилий. И если я был бы воспитан в традициях буддизма, для познания истины мне понадобилось бы намного больше того, чем я обладаю сейчас. И так пока я думаю. Вот.